Еще в начале этого года мы делали выпуск, посвященный космической теме и в частности компании SpaceX Илона Маска. Мы тогда разбирали видео с канала УМТВ, где автор превозносил Маска и утверждал, что тот подписал российской космической отрасли смертный приговор. В том разборе мы сосредоточились в основном на надежности ракет Falcon 9 и российских, но тогда еще было подозрение, что во всей этой истории с Маском что-то нечисто, и небольшое количество сотрудников SpaceX во время разработки ракеты Falcon, 500 человек, и пиар вундеркинда Маска, который создал все с нуля, причем заточенная под систему управления уже существующих космодромов, и объявляемая дешевизна, хоть и в будущем, запусков этих ракет. И вот попалось мнение знающего человека, которое все расставило на свои места, или почти все. Писатель Дмитрий Кононыхин окончил МГТУ имени Баумана, работал по специальности, так что в космической теме разбирается. И он обратил внимание еще на несколько моментов. Во-первых, рекламируемая дешевизна запусков за счет многоразовости. Действительно, если над Falcon работало всего 500 человек, то это заведомо дешевле выйдет, чем в центре Хруничева. Но к количеству сотрудников мы чуть позже вернемся. Есть еще большая сложность. После посадки всю ракету надо внимательно проверить. А ведь это не автомобиль, ее гаечным ключом не развинтить и так просто не разобрать. Одна ракета, как вы видели, при посадке взорвалась. Еще про одну сказали, что она второй раз полететь не сможет. А из тех, что уже летали, насколько я знаю, еще ни одну повторной не запускали. Поправьте, если ошибаюсь. То ли до сих пор проверяют, то ли это изначально был только пиар. Далее, Falcon возвращается на Землю с топливом. Значит, при прочих равных он берет меньше груза, чем российские ракеты. Теперь о том, как молодой гений создал с нуля прорывную технологию. В 2002 году Маск создает свою SpaceX. Нанимает в нее инженера Тома Мюллера. А кто такой Мюллер? Мюллер работал в аэрокосмической компании TRW, в которой трудилось 120 тысяч человек. Это к вопросу о числе сотрудников. И Мюллер был там не рядовым инженером. TRW разрабатывала зонды Viking, отправленные к Марсу. В 2002 году он из этой компании ушел, а ее купила корпорация Northrop Grumman, которая самолеты Stealth делала, например. Эта мега-корпорация судилась со SpaceX, которая благодаря переходу туда Мюллера с командой спецов получила технологии TRW, но судилась безуспешно. Чудеса? А Маск получил доступ к испытательным стендам и стартовым площадкам ВВС США. Опять чудеса? Или у Маска была поддержка на высшем уровне? Так что и дешевизна на деле оказывается блефом, так как не учитываются огромные затраты на инфраструктуру, разработку, испытания и так далее, которые были произведены еще до Маска. Может возникнуть вопрос, а для чего это все? Эти игры, пиар? Тут возможны несколько целей. Например, перспективные, но рискованные проекты НАСА перекладывает на частные компании вроде SpaceX. Если все получится, НАСА присвоит лавры себе. Если нет, то неудачу спишет на эту частную контору. Другая цель – простая пропаганда. Вон и Рогозину, похоже, смогли пыль в глаза пустить. Так что он сказал, что никогда Америку в космосе не догоним. Тут, правда, тоже его слова немного переврали. Он только о производительности труда говорил. Но тем не менее. Еще один плюс – можно быстро, без бюрократических проволочек, испытывать что-то новое. В любом случае, молодой гений-одиночка Илон Маск, который создал с нуля перспективную ракету – это красивый миф.